Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня солнечный такой день. Я только что уснула, знаете где? На парковке в супермаркете. Точнее, я начала медитировать, там и уснула. Вот так вот бывает карантин, когда пытаешься куда-то сбежать и решаешь, что лучшее место это там, где не жарко, там, где нету твоих любимых замечательных детей, мужей и всех остальных. Вот поэтому дарю вам лайфхак. Ну что, продолжается наш карантин. У меня сзади лежит пакет, чтобы все не говорили, что он лежит. Я сразу говорю о том, что да, он лежит. И вчера у меня было 4 выступления разных эфиров. Вот, и мне уже понравилось, знаете, это карантинное время, потому что оно стало куда более эффективным. Но я хочу рассказать вам о таком своем наблюдении интересном. Уже неоднократно я это наблюдала, но вчера проявилось очень это конкретно. Когда я выступала практически 2 часа подряд и, как мне кажется, давала очень полезную, хорошую, важную информацию по сути. И затем, значит, увидела комментарий от человека, который писал, ну, когда уже что-то вот конкретное скажете. И я вот, знаете, в который раз понимаю, что многие люди приходят для того, чтобы их научили. Нам очень нравится, я об этом тоже много раз говорила, нам очень нравится модель в школе. Мы говорим, я не знаю этот предмет, потому что был плохой учитель. Да, ну это очень удобно, он неинтересно рассказывал, он, я даже с вами в этом могу согласиться. Потом мы идем в институт, там, естественно, тоже плохие учителя. Ну, короче, почему-то получается, что везде плохие, и мы все время ждем, что нас научат. И во взрослой жизни, в общем-то, у большинства людей такая же история. Мы все хотим, чтобы нас научили, но мы не хотим учиться. Мы не понимаем, что вот этот вот наш, если я не ошибаюсь, окончание вот это «ся» означает, что мы должны сделать это сами. Я знаю множество людей, которые выучили иностранные языки, не ходя ни на какие курсы даже. Потому что они очень-то хотели, они знакомились с носителями языков, они с ними переписывались, они смотрели фильмы, переводили книги. Просто очень сильно хотели и за два года выучивали язык. Я, например, не знаю хорошо английского только потому, что я никогда не ставила себе это вот за такую острую цель. Ну, вот чувствовала, знаете, что не готова этим жертвовать. Так вот, я вам могу сказать, что вот эта позиция по жизни, тому, что меня научат чему-то, и я приду на курс какой-нибудь, или поступлю в какое-то заведение, или вообще «научи меня», вот этот вызов, он является для нас очень таким блокирующим, конкретным, таким, знаете. Знаете, мы с детства привыкаем иногда становиться в какую-то радикальную форму, знаете, типа наоборот. Это соревнование, ну-ка попробуй меня, я не буду этому учиться. Помните, как с детьми бывает? Я не буду, нет, ты будешь, говорит мама. Он говорит, нет, я не буду. И мы ставим такой мозг в такую ситуацию «не буду». Учиться – это ведь не только учиться какой-то специальности, какой-то направленности, как тренингу. Учиться – это значит, например, научиться жить в новой реальности, да, сейчас, ну, например, дома. Научиться быть эффективным дома, научиться зарабатывать дома, научиться перестроить модель своего бизнеса, либо себя, как человека, вы же себя продаете в любом случае, да, свои услуги, и даже если вы наемный сотрудник, вы продаете свои услуги. Значит, научиться себя применять, себя применять. А мы что ждем? А мы ждем, когда нас кто-то применит. Мы ждем, когда кто-то к нам придет и скажет нам, вот, ты будешь делать это. А мы начнем говорить, он не то сказал нам делать. «Я бы мог это делать лучше, но мой шеф – идиот», ну, это всегда, да, «Я стою дороже». То есть у нас все время идет такая психологическая, знаете, история противодействия. Мы делаем все для того, чтобы доказать обратное. Вот, кстати, вчера на конференции я выступала, было очень много классных людей, но, конечно же, как и всегда, как и в Ютюбе, да, были те, кому важно было доказать обратное. То есть я таких людей называю пинг-понг, знаете, игроки в пинг-понг. Их главная цель в жизни – доказать, что все, что ты говоришь – это чушь. Вот они знают, естественно, всю правду. Они сидят целыми днями всех смотрят и понимают уже, наверное, где правда, а где неправда. И они считают, что их работа или, я не знаю, там, призвание, может быть, жизненное, всем доказывают, что они козлы. Вот это, как бы, главная ключевая история. Но я всегда задаю себе вопрос, когда начинаю, вот тоже, знаете, играть в эту игру пинг-понга или тогда, когда занимаю позицию, пусть меня научат, да? Я, мол, такая, пришла на танцы, например, а ты давай, типа, покажи, какой ты тренер. А, не можешь научить? Дебил ты, а не тренер. Пошли дальше. Ты тоже не можешь мне научить, как денег заработать? Херовый у тебя тренинг, ты говно. И ходишь такой весь счастливый, вокруг, блин, одни идиоты. Один ты такой гениальный в этом мире живешь. Так вот, я каждый раз себе задаю вопрос. Смотри, когда ты решаешь, чему-то где-то поучиться, да? Ну, точнее, хочешь, чтобы тебя научили. Да, ты, конечно, можешь доказывать там человеку, что он говно, это все классно, но что ты от себя приносишь? Ты приносишь свое время. Ценность, ну, должна быть для человека ценной, слава богу, мое время – ценность. Ты приносишь свое время, ты говоришь, там, я буду там час тебя слушать или пять часов тебя буду слушать. Это, кстати, даже касается какого-то эфира, который я могу или не могу посмотреть в Инстаграме. Я приношу свое время. Я, значит, что должна сделать? Я, прежде всего, должна понять изначально, очень быстро научиться определять, для меня этот человек представляет ценность или нет. То есть, могу ли я ему отдать свое время или нет. Я что-то смогу с этого получить, то, что даст мне то, чего я хочу. Если ответ нет, и человек не смог мне этого быстро доказать, ну, как бы, как доказать, это вот наша реальная продажа с вами. То есть, я слушаю, я понимаю, мне не заходит его манера, мне не нравится. Короче, все, досвидос. Вот это вот история про клиента, который очень быстро сегодня нас или в корзину в мусорник, или как бы в корзину слушать и смотреть, или покупать. Второй момент. То есть, я со своим временем разбираюсь. Дальше. Когда я начинаю уже человека смотреть, я ему отдаю свое время, я теперь понимаю, что следующий момент, он мне почему-то понравился, этот человек. И, соответственно, скорее всего, я могу для себя что-то получить. Но, если я в этот момент ковыряюсь в телефоне, настроена на то, что он дебил, я осталась здесь только для того, чтобы доказать ему, что он дебил. Знаете, вот помните, я все время привожу этот пример, когда Светлаков сидит и с телевизором, да, там разговаривает, и все время телевизору рассказывает, какие они там все козлы. Вот. Поэтому, соответственно, я задаю себе вопрос, ну, раз ты осталась, раз по каким-то признакам ты тут осталась, то давай, значит, либо мы сейчас с тобой валим, как только у меня появляется негативная какая-то мысль, либо мы с тобой валим и не тратим свой самый ценный ресурс, как мы помним, либо мы с тобой остаемся, снимаем все моменты того, что я все знаю, у меня есть корона, я самый умный, и пытаемся все-таки из этого что-нибудь полезное извлечь. И такая как бы тактика, по идее, должна сработать, сработать, как я считаю. Вот, собственно, что я вам хотела сказать. Поэтому в следующий раз, когда вам захочется очень сильно кому-то доказать, что он не может вас научить, вспомните о том, что вас никто научить ничему не может. Вы можете только научиться чему-либо сами, если поставите себе такую цель. В противном случае уважайте свое время или делайте что-то для того, чтобы оно чего-то стоило. Вот чего я вам искренне желаю. И всем веселенького карантинчика. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки. Буду продолжать для вас снимать. И не забывайте, что сейчас на моем канале выходит моя книга в аудиозаписи с видео даже. Вы можете ее слушать. Зажигалка в полной абсолютно версии. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста. Слушайте, комментируйте. Ну и, собственно, для вас-то и стараюсь. Всем хорошего дня. Пока.